Утренний час пик уже позади, впереди еще будет вечерний. Время 8.35 и мы сейчас посмотрим, как ходят автобусы по расписанию или нет. 8.40 у вас выезд, вовремя поедете? Да, да, мы по времени ездим. Вообще, всегда по времени ездите? Не бывает такого, что сбиваетесь? Нет, нет, такого нет. Здесь пробок нет таких сильных, не сбиваетесь. Уже позже водитель маршрута номер 2 рассказал, что было, люди жаловались, сейчас процесс перевозок налаживается. Перебои были немножко, вот это поначалу, пока взяли, пока туда-сюда перебои. Но сейчас налаживается, уже все нормально. И все же жалобы пока остаются. На станции Расторгуева, откуда по разным направлениям в день разъезжаются сотни автобусов, можно узнать мнение о каждом маршруте. После 9 вообще не уехать. После 9 вечера или нет? Да, вечера-вечера. На каких автобусах? На Москву. В 489 очень плохо идет вечером. Вот в час где-то примерно один. Я на 6 маршруте езжу каждый день, кроме выходных, так как работаю в суде, и как раз он находится на этом маршруте. Честно говоря, до Нового года было намного лучше, потому что шестерка ходила большим автобусом. И хоть и с небольшими задержками, но все же ходил теплый автобус и более удобный для пенсионеров. Мы увидели, что автобус по третьему маршруту ушел ровно в 8,58. Но присмотревшись в расписание, я заметила, что следующий пойдет только в 9,50. Очень большой промежуток. Пока мы следили за тем, как водители придерживаются графика, двойка вернулась на станцию и забрала очередную порцию пассажиров. Двойка уходит строго по расписанию. Это очень приятно. Проводим ее. Опа! А сзади-то посмотрите на автобусе. Номер 471. Сюрприз! Автобус до станции Подольск, по словам пассажиров, почти всегда ходит по расписанию. Минут 20 стояли, пробка была большая. А так по расписанию? А так по расписанию. Вот я ездил в больницу. Все по расписанию. Понятно. А вы говорите, иногда вообще не приезжаю? Ну, иногда, да. Иногда. И потом вот большой перерыв. Вот 9,58 там, да? 9,05 идет. Нет, 9,58, а следующий 1,45. Вот здесь перерыв большой, очень неудобный. А вот как-то люди в город в Сюрну редко ходят, хотели бы чаще. Сколько времени требуется на то, чтобы по кругу проехать до Подольска обратно? Где-то полтора с обедом, мелкобеда так бывает, там 20 минут, 30 минут так. Понятно. Как у вас всегда работает эта штука? Да. Вот только вот этим недовольным. Вот покажите. Вот этим недовольным? А что это такое? Это тормозит, это тоже, это сам валидатор. Это тормозит, очень сильно тормозит. Почему я так и рано подъехал? Чтобы спокойно, аккуратненько пробить все это. Ну что, замечательный автобус, приятный водитель. Пассажиры, правда, далеко не все в масках. Мы уже обрадовались, что все автобусы ходят по расписанию. И тут маленький косячок. В 9.05. 379-й проехал мимо и в сторону города. И это подтверждают жители. Уже 10 минут, автобуса нет. А мимо туда проехали. Ну что ж, 379-й автобус пришел. Правда, поедет он, скорее всего, с опозданием. Наверное, часы у водителя отстают. Но все-таки люди смогут добраться до места назначения. А на станции сегодня дежурили Татьяна Брылова и Александр Логинов. Телеканал Видное ТВ. Продолжение следует...